Всем привет! Около полугода я сидел на прекрасной карте RX 470 на 4 гига. Она реально классная. Игры, рендер, все что хочешь. Также, если вы не в курсе, я сижу на Xeon 2420 V2, низкочастотном в шестиядернике, с неповоротливым кэшем. Кто-то считает его мусором. На самом деле это неплохой проц, даже за сегодняшний прайс. Но в некоторых моментах, когда у меня что-нибудь фрезило или недозагружалась карта, я винил его. Но потом у меня появилась возможность протестить видеокарту 1650 Super. И оказалось, что некоторые из фичей работы моего ПК в играх были связаны именно с RX. RX ближе всего по производительности к обычной 1650 с DDR5 памятью. Ни для кого не секрет, что 1650 Super немного сильнее их обоих. Но дело не в этом. Первой игрой на тесте будет Need for Speed Heat. Графика на RX вызвала у меня отторжение сразу же, при том, что я прошел эту игру еще на 10.30 с пониженным масштабом разрешения. Картинка была нечеткой на ультра, но текстуры растительности меня по-плохому удивили. Вместо кустов мы видели пиксели, а вместо травы мыльные листочки, и при изменении графики менялось только их количество. На NVIDIA же, на тех же полных ультрах, с травой все хорошо. Выглядит она нормально. Правда, от проезжающей машины не мнется. Ну, до этого меня никогда не волновало. Самое большое расстройство вызвала работа Майнкрафта на RX. Он шел на версии 1.16 примерно так. С оптифайном около 90 фпс, с частыми фризами. Без оптифайна не было даже 30 кадров. О шейдерах в таких условиях речи идти не может. В 1.7.10 ситуация была лучше, но устаревшая версия и 8 чанков прорисовки меня не устраивают. Вообще не понимаю, как можно играть с прорисовкой меньше 16 чанков. Ведь большая дальность прорисовки сильно упрощает путешествия, поиск островов, биомов, данжа и деревень. На 16.50 супер, с 16 чанками, дела обстоят куда лучше. Фпс держится около 40 шейдерами. Попробовал также и версию 1.7.10. В последней версии оптимизация под NVIDIA выросла. Оно и логично. Маджонг сейчас балуется своей дейльной фабрикой под названием Woodrock Edition, с RTX и прочее. А на Rx они просто положили. Если на 474 будут выходить новые драйверы в ближайший год, возможно ситуация улучшится. Тирдаун находится в бете. Но все же Rx эту игру не тащит ни в каком виде. Чем больше на карте разрушений, тем хуже фпс. Играл еще вторую миссию с разрушением дома. Там фпс уходил даже ниже десятки. Эту проблему я понял еще когда тестил Тирдаун на 10.30, которая в этой игре отрабатывает на все 100%. И на ней играть можно, в отличие от Rx. У 16.50 супер, в Full HD и со средними настройками проблем не возникает. Сколько бы вокруг я тут не громил. О неважной производительности Rx в Assassin's Origins знают многие. Вот показатели игры на Rx с очень высокими настройками. На тех же настройках запускаем игру на NVD и получаем 40-50 фпс. Ни фризов, ни провисаний. Замечательная производительность для игры с открытым миром. Если для вас важно, как пойдут эти игры на вашем ПК, хотя они не сильно популярны, вам стоит выбрать карту от Nvidia с актуальными дровами, а не Rx. Больше проблем в работе Rx я не нашел, хотя и играл, и записывал игры, монтировал, рендерил и стримил. Все было хорошо. А софт от AMD мне нравится куда больше, чем от Nvidia. Там и возможности шире, и настройки не написаны таким языком, будто сейчас что-то поменяешь и все исчезнет. Спасибо за просмотр и до новых встреч.